Сергей Юрьевич Следите, чтобы никто к ней не прикасался, ни при каких обстоятельствах. Договорились? Замечательно. В этой коробочке написан наш самый большой страх. У каждого человека есть страх, верно? Владимир Владимирович, могли бы вы сейчас буквально одним словом описать свой самый большой страх? Наверное, смог бы. Какой? Рак. Рак? Окей. Рената, буквально одним словом. Вот этих электричек. Электричек? Ой, нет, вот этих трамваев, которые незаметно подкрадываются и переезжают тебя. Трамвай. Если меня переедет трамвай. Рената, ты где живешь вообще? Что у тебя трамвай сзади подкрадывается? У тебя где гнездо вообще? У меня что-то из детства это. Сергей, какой у вас страх? Потеря. Потеря. Это действительно страшно. Сергей Юрьевич. Закрытая дверь. Закрытая дверь. Владимир Владимирович, вот наш самый главный страх. Скажите стоп. Стоп. Это будет ваша карта. Король червей. Мало кто знает, но Леша до смерти боится скорпионов. Что самое главное, он совпадает идеально по разрыву с той картой, которую вы выбрали. Владимир Владимирович, большое спасибо. Я правда их очень боюсь. Убери, пожалуйста, это подальше вообще. Так, а, давайте ты останешься там, дружок. Заберите, пожалуйста. Знаете, очень часто, когда видят такую странную вещь, сразу какой-то аппетит просыпается. Рената, у меня есть вилка. Проверьте, что она самая обычная. Не бойтесь, оттуда не вылезет скорпион, я вам вещаю. Мне скорпион как раз понравился, хотела его разглядеть как-то. Рената, вилка это очень интересный предмет, потому что при легком воздействии на определенную зону, не все знают, она начинает, как бы сказать, реагировать, Сергей Юрьевич. Видно, как она медленно поднимается. На Ренату больше, кстати. Да, кстати, Рената, вы можете сами попробовать. Вот если слегка чуть активнее тереть, то чуть более активно будет подниматься, понимаете? Очень просто. Вообще был фильм, где парень делал это без прикосновения, примерно вот так. Ну, можно сделать еще интереснее. Рената, я буду проистывать карты, точно так же нужно будет одну выбрать, сказав слово «стоп». Вы уже его знаете, поехали. Стоп, стоп, стоп. Есть, покажите всем, запомните. Рената, нужно будет эту карту убрать в колоду обратно и замешайте. Есть? Да. Рената, по моей команде вам нужно будет подбросить эту колоду в воздух. Я по летящей в воздухе колоди ударю вилкой и пробью вашу карту в воздухе. Готовы? Вот прямо вот так. То есть, я как кудамникитая. Вот прямо сюда. Вот примерно. Давайте так, давайте так, я отвернусь. По моей команде Рената подбрасывает в колоду воздух, я по летящей колоде бью вилкой, пробиваю вашу карту. Это будет феноменально. Ладно, мне кажется, они тоже напишицы. Поверьте, даже если не получится, будет феноменально. Просто рытик такой, что нереально. Я закрою глаза По моей команде Рината подбрасывай Я закрытые глаза и пробиваю Примерно здесь вашу карту Хорошо, готовы? Рината, готовы? Да, да, да Рината, точно готовы? Я подбрасываю Бросайте Кринг На счет три Ничего Вы знаете Ладно, не собирайте, не собирайте, Рината Это уже не важно Какая у вас была карта? Назовите ее вслух Ну, семь Ну, крести Ой, мамочки мои Господи, как вы это сделали Семерка крести вашей карты, верно? Да Это металл Проверьте Большое спасибо, это вам Но Вы выбрали карту Ее надо найти, верно? Хоть вы и выбросили колоду У нас есть еще одна Рината, сейчас подумайте о своей карте Спасибо Держите Познер скажет Рак Литвинова скажет Трамвай Светлаков скажет Потеря Юрский скажет Закрытая дверь Большое спасибо Трамвай Я совершенно потрясен Я надеюсь, что вы будете выступать не только на бескрайних просторах России, но и вообще У вас номер феноменальный совершенно Вам надо придумать какое-нибудь сочетание Ну, я не знаю Хала, гига, гига, хала Что-нибудь такое Чтобы выступать под одним вот этим Уже хавана гила У нас уже есть название, Владимир Владимирович. Есть? Да, дуэт «Мимино». В общем, поздравляю вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Браво, браво. И это такой трудный жанр, и так мало по-настоящему смешных фокусников. И вы именно вот такие вот, которые и крутые, и смешные, и приносящие счастье. Браво. Спасибо. Спасибо. Сергей Юрьевич, номер «Устала» не всегда вас устраивал. Вам нравились масштабные фокусники? Ничего подобного я не ожидал. Видел несколько раз у вас. Не постигаю совершенно ни «Скорпиона», ни записки, ни страхов, ни все, что вы делаете. Абсолютно не постигаю. И если я голосую не абсолютом, то это только потому, что сам жанр, я с самого начала говорил, мне кажется, трудно сравним с тем, где прямые усилия затрачиваются, а не игра психики и ума. Потому что среди тех, кто занимается вот этой застольной умственной работой и чудесами до ужаса, быть не может. Это стояло же здесь, я видел. Поэтому мое восхищение полное, ничем не омраченное. А вас чуть омрачу. Ну, раскройте хоть один-то секрет. Ну, записку, наверное, вот этот парень, да, написал? А вы, когда передавали стакан, забрали записку и там поменяли, да? Это ассистент, который держит «Скорпиона». Нет, это понятно, но я прав хоть немножко-то. Ладно, мы можем вам раскрыть секрет. Сергей, вы умеете хранить секреты? Конечно. Мы тоже. Хорошо. Ну что ж, господа, теперь секрет самый главный. Предъявите ваши оценки. 38 баллов. Это очень здорово.